Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я по-прежнему ее ведущий. Меня зовут Юрий Алаев. И сегодня наш гость – это главный редактор такого чрезвычайно интересного журнала, который называется «Наука в фокусе» – Егор Быковский. Тут будут некоторые уточнения, но сейчас я представляю его именно так. Это очень известный журналист, хочу вам сказать, положитесь на меня. В Москве, во всяком случае, многое время занимался политической журналистикой. Последнее время, с 2011 года, когда был налажен выпуск русскоязычной версии того, что в BBC называется «Science in Focus». «Science in Focus». «Science in Focus». И сегодня он у нас в гостях в Казани, в университете. И это хороший повод поговорить не только о тех впечатлениях, которые оставил университет. Первых впечатлениях, естественно, может быть, даже поверхностных. Все еще впереди будем надеяться. Но и о том, что, собственно говоря, сегодня представляет собой научная журналистика. Насколько она в состоянии помочь ученым, насколько она в состоянии привлечь студентов, вдохновить абитуриентов, аспирантов и так далее. Начну с самого простого вопроса, Егор, если вы позволите. Без отчества, да? Мы оба журналисты. Как-то вот так уж, как принято. Само название, да? Я его прочитал. «Наука в фокусе». Очень хорошо. А вы уверены, что она в фокусе? Насколько я понимаю, журнал, русская версия, прекращает или приостанавливает? Журнал сейчас приостановлен. Последние четыре месяца он не выходил. Но, надеюсь, что это не навсегда. Я, во-первых, еще хочу уточнить, что, помимо этого, я работаю уже довольно давно, 10 лет заведующим отделом науки в журнале «Вокруг света», который тоже считается более-менее научно-популярным хотя бы отчасти. И веду передачу «Наука в фокусе» еженедельную, часовую на радио «Эх Москвы». Что касается... Извините, дополнять так дополнять. Еще у вас есть группа в Фейсбуке, которая так и называется тоже «Наука в фокусе». Да, там около 15 тысяч человек. Но это так, развлечение. Хорошо. Что касается названий, вы же про него хотели спросить, «Наука в фокусе». То название было выбрано как раз для того, чтобы привести все в фокус. Не совсем получилось. Проблемы у нас тут есть с двух сторон. Давайте их так попробуем классифицировать. Во-первых, есть проблема у аудитории, которую не будем никого называть. Это так, в общем, более-менее стихийно происходит. Последние лет 10-15 совершенно не окучивает нужное направление. Если приехать в какую-нибудь европейскую или даже не европейскую страну, обычно вы увидите хотя бы несколько журналов крупных, как там «Сен-Севи», «Популяр Саенс», на любом языке, которые стоят во всех киосках, люди их активно покупают. Их обычно несколько наименований. В российских киосках «Наука в фокусе» практически нету. За редчайшим исключением. И это очень грустно. Потому что раньше он был и в больших объемах. «Сен-Севи», «Наука и жизнь», чрезвычайно популярный журнал был в Советском Союзе. Это была, правда, не франшиза, а собственное изобретение. Это собственное издание, да. К сожалению, в России, точнее, к счастью, в России до сих пор есть масса неплохих научных поп-журналов, которых совершенно не видно. До сих пор живы, может быть, для многих это будет откровением и «Наука и жизнь», и «Химия и жизнь», и «Знание сила», и «Техника молодежи» жива. Журнал «Ран природа» тоже жив. Никто их никогда не видит. Потому что у нас очень сложно выйти в розничный рынок. И если они есть, то где-то в электронных версиях, и их не застать. И тут начинается еще и вторая проблема, что большинство этих журналов, несмотря на очень качественное содержание, часто, ну, почти всегда, они не предназначены для современного поколения. В том смысле, что подача материала там, скажем, не слишком привлекательная. Слишком академическая? Слишком академическая. То есть я бы назвал это не научпопом в нынешнем понимании, а журналами научно-информационными. Для аудитории подготовленной, которая хочет непременно, что-то такое прочитать. Но подготовленная аудитория сейчас читает это в специальных местах в интернете. Есть такие. А журнал научпопа, который должен приохотить аудиторию, которая, в принципе, к этому готова, но не слишком жаждет, он должен быть глянцевым. Именно поэтому еще в середине 2000-х я попробовал сделать франшизу с американским «Popware Science». Это был журнал, который назывался «Что нового науки и техники?». И он хорошо очень выстрелил. У него случились проблемы небольшие. И он был продан АСТ издательству. И я тогда не ушел, а перешел вокруг света. И он зачах. И я несколько лет изо всех сил стремился вести журнал, который мне бы подошел. Который был бы яркий, глянцевый, с дробным содержанием, но абсолютно корректный внутри. Скажите, Егор, это у вас что-то личное? Что вы один журнал запускали, потом второй, и вы так, насколько я понимаю, последовательно предпринимаете какие-то усилия? К концу 90-х. Ну, то есть, наверное, это личное, потому что научная карьера моя прервалась в самом начале. Вы лингвист? Да, потому что это был 91-й год, и как-то было немного не до того. Меня снесло в журналистику, но я никогда не перестал интересоваться наукой, лингвистикой и математикой, потому что лингвистика и математический аппарат. Потом мне стала интересна физика, химия. И постепенно я вообще заинтересовался научпопом. И в начале 2000-х пробовал делать книжки. И одну мы сделали напополам с другим издателем. Когда научная литература, научпопная литература вообще была не востребована. И постепенно что-то стало получаться, и тут, в общем, меня заело. И не то, чтобы это какая-то миссия такая моя специальная, но мне нравится делать научпоп так, чтобы приводить к этому как можно больше людей, приводить к науке. А науку, соответственно, поближе к аудитории, потому что у науки тоже в российской есть серьезная проблема, она не готова стать поближе к аудитории. И нет людей, которые этим профессионально занимаются. На Западе есть специальные профессии людей, которые соединяют... Коммуникаторы. Коммуникаторы, да. Мало того, и всех ученых обучают риторики и вообще искусству общения с людьми. Это нужно не только для получения грантов, но и для того, чтобы объяснить любому человеку, чем ты занимаешься. По-моему, сэр Резерфорд, если я не путаю, хотя, может быть, и путаю, говорил, что если ты не можешь объяснить уборщице, чем ты занимаешься в физической лаборатории, значит, ты занимаешься там ерундой. Да-да-да, это известные Максимы. Вот. А у нас с наукой публика сильно разорваны. Ученые, в общем, не желают общаться ни с кем. И это постепенно очень исправляется. У нас очень мало журналистов профессиональных, которые умеют заниматься научпопом. И совсем немного людей, которые имеют одновременно журналистское образование, естественно, научное. В общем, у нас сплошные проблемы. И поэтому я с удовольствием занимаюсь их решением. Смотрите, вот, ну, четыре года, да. Ну, первый, допустим, там, 2001-2002, 2012 год будем. Я говорю сейчас о русской версии вот науки в фокусе, которая была... Это издание издательского дома «Вокруг света» и благословение, скажем так, BBC, при участии BBC. Не благословение, просто мы платили деньги за лицензию, которая позволяла брать у них фото и текстовые материалы по нашему выбору. Из, соответственно, журнала «Сайенс Фокус». А, вот так, да? То есть рубрикатор, строгое... Ну, то, что франшиза подразумевает, что вы должны... Нет, этого ничего не было. Это право использования их контента. Это удобно для запуска, потому что это существенно снижает расходы. И постепенно мы двигались к увеличению отечественного контента. Тем более, что журнал по подсчетам, по крайней мере, национальной тиражной службы пришел на третье место в России по тиражу среди научпоп-изданий. Он сразу стоял вокруг света за «Дискавери». Крупнее его не было, но кризис нам все обрушил. И для того, чтобы спасти... Точнее, не спасти, а для того, чтобы журнал «Округ света» хорошо себя чувствовал, «Округ света» отрубил все прочие проекты. Это, да, логичный, естественный такой бизнес-ход. Это касается, к сожалению, всех СМИ. Вот в нынешний период времени многие срезают, срезали уже штаты, сокращают. Что же говорить, если вы ГТРК, государственное телевидение, целиком ликвидирует спортивную редакцию. При том, что спорт, в общем, дает достаточно много телевидению, в том числе и денег. Это непонятно, был у меня шаг. Но сейчас мы, наверное, не будем обсуждать этот спорт. Ну да, бог с ним, да. Поговорим лучше о контенте, о том, как он добывался. Вот смотрите, я не знаю, я не видел смет английского, да, английской версии журнала. Но я могу себе представить, что те люди... Я могу вкратце вам сказать, что, ну, то есть я точно цифру не назову, но она высокая. Там только в редакции работало около 30 человек. Да, я об этом и говорю, что люди, которые в состоянии, которые, я бы сказал, обладают талантом популяризировать науку, да, то есть ориентироваться в каких-то направлениях и, ну, упрощенно говоря, пересказывать их так, чтобы как раз вот эта вот кухарка поняла. Тут как-то между Резерфордом и Лениным, да, параллели возникают. У того кухарка должна была уметь управлять государством, у этого она должна понимать какую-то там квантовую механику, да. Да, ну, бывают такие, да, шутки, судьбы. Так вот, они должны стоить довольно дорого. Хотя бы потому, что их мало таких людей, мало таких журналистов, мало таких ученых, которые, как покойный Петр Капица, в состоянии были годами вести вот эту вот знаменитую передачу, очевидно, невероятную, которая, по-моему, ну, тогда не было таких понятий, как там доля, рейтинг. Но она, по-моему, если бы вот она сейчас, ну, не сейчас, а вот если бы тогда ее замеряли, она бы, наверное, была одной из абсолютных лидеров. Абсолютно была, да, настолько это было интересно, увлекательно, огромному количеству людей. Капице еще, кстати, хватало времени на то, чтобы делать и журнал неплохой в мире науке, который до сих пор жив. Да, 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 да. Вот таких людей очень мало. Значит, по-видимому, они требуют соответствующей оплаты труда. Когда вы стали русифицировать, я имею в виду в объемах, да, больше собственного контента, чуть меньше удельный вес уже переводных материалов из английского издания, где вы, собственно говоря, находили этих людей? Я задаю... Страшно узок их круг. Да. Вот. И не будем продолжать насчет далеки или недалеки они от народа, но вот как это происходит по механике? У нас есть, например, факультет журналистики, да, целый институт даже сейчас в Казанском университете, который занимается, я думаю, там есть ребята, которые могли бы, которым было бы это интересно, но они должны понять, куда они должны ткнуться, что для этого надо. Может быть, тут тоже дискуссии у нас ведутся не первый год, я имею в виду в стенах университета, по поводу того, а надо ли нам такое журналистское образование, которое сейчас в России существует. Знаете, Юрий, я, может, сейчас кого-нибудь расстрою, кто нас смотрит. Но, во-первых, я не знаю, как точно поставлено преподавание на журфаке Казанского университета, но если рассмотреть меня как серийного нанимателя, я, причем, за жизнь много людей нанял на работу именно журналистами, ну, скажем, больше ста точно в разные моменты, из них только один человек был журфаковским образованием. Все остальные мне по разным причинам не подошли. Надо понимать, что работа у меня была последние 15 лет специфическая, мне нужны были журналисты, которые понимают в науке, и это были кто угодно. Это были биологи, физики, инженеры по холодильным установкам, я имею в виду по базовому образованию, которые где-то побегали репортерами или закончили какие-то курсы, и постепенно я пришел к выводу, что в большинстве случаев в специализированной журналистике нужно базовое образование по той области, которой вы занимаетесь, и, возможно, какие-нибудь годовые курсы, где научатся складывать слова в предложение. Возможно. Я здесь абсолютно, кстати, с вами согласен. Я эту точку зрения почти идентичную высказывал не раз. Это ведь касается и так называемых общественно-политических изданий. Они строятся по тослевому принципу. Есть отдел экономики, есть отдел культуры, есть отдел, условно сейчас называемый, социум, общество. Когда-то были довольно мощные отделы сельского хозяйства, где-то они сейчас сохранены в больших изданиях. И, естественно, предпочтительнее, чтобы человек, приходящий в отдел промышленности или в отдел экономики, хотя бы что-то понимал в конкретной экономике. И где-то что-то... То есть имел вот то самое базовое образование, а уж доучить, как собирать информацию, перепроверять и выстраивать. Это год-два курса. Вообще официально так работает научковая журналистика практически во всех остальных странах планеты. Что человек работает в журналистике специализированной, получив базовое по ней образование. Потом, правда, во многих местах обязательно еще и журналистское образование. Но обычно это полугодовые или годовые курсы. При университете каком-то их организуют. Максимум два года, по-моему, при Европе. Максимум два года. Я не могу сказать, что я точно помню, не то чтобы я интересовался. Но я знаю, что... То есть я никогда не наблюдал журфаков как таковых. Вот пятилетнего высшего образования чисто журналистского я не знаю. По-моему, это скорее советское изобретение. Хотя я могу тоже ошибаться. Я здесь тоже не берусь смотреть, по-моему, да, может быть, вполне советское. Потому что пять лет на журналистике, конечно, это многовато. Я сам заканчивал отделение журналистики и могу сказать, что, ну, два года, то уж мы точно дурака валяли. Ну, это абсолютно. Ну, если не... Это уж я так скромно говорю два года. Но, правда, роскошь общения была. Этого нельзя отнять. Это, пожалуй, самое ценное, что можно было извлечь из той системы. Хорошо. Во всяком случае, тем, кто учится на журфаке хорошего университета, я бы советовал, как я делал, кстати, в свое время, ходить на открытые лекции по другим дисциплинам. Я ходил, мне было это ужасно интересно. Отсюда, собственно, и зародился потом интерес, который я стал дальше развивать к биологии, к химии и так далее. Вообще, в молодом возрасте, когда есть время, почему бы не походить? Это так прямо ужасно интересно. Я до сих пор еще хожу на всякие открытые лекции. Ну, опять же, зависит от того, кто читает эту лекцию, каким языком, какой он оратор, даже насколько он эмоционально заряжен. Вы же не студент биофака, где вам нужно. Вам ничего не обязывает. Не нравится, уйдите. Найдите себе хорошего лектора. Их полно, на самом деле. Это да. Два вопроса и пять минут вашего времени по поводу соотношения печатных изданий, научно-популярных, и просторов интернета, то есть их электронных версий. Вы упомянули в начале нашего разговора о том, что действительно это для многих, наверное, будет в диковинку, неожиданным, что до сих пор существует, ну, почти, наверное, ну, по крайней мере, около половины тех, той линейки изданий наших популярных, которые существовали в Советском Союзе, и продолжает издаваться. Почему половина? Практически все. Практически все даже. Ну, коневодство и животноводство умерли. Нет, я имею в виду крупные научные показания, которые были... Юный натуралист, например, тоже жив. Да вы что? Ой, как интересно, надо будет где-нибудь, на самом деле, где вот только найти это, да, это нужно где-то в Москве, там, ковыряться, потому что указали... Да, прийти в редакцию спецом купить, потому что как они продаются, я себе не представляю. Войти на рынок бумажной прессы для любого издания, у которого меньше, там, 30 тысяч читателей, невозможно. Это стоит очень дорого. Да, да, да. Я могу сказать по собственному опыту, что за последние годы прямо на глазах происходил и происходит переток из бумаги в электронный вид. То есть вот мы начинали чисто бумажным тиражом, он рос у нас и вырос раз в 10 за три года, но при этом доля того, что мы продавали через, господи, как он называется, Apple, Apple, Apple-овский... App Store. Через App Store и через Android Market у нас возросла где-то процентов до 15 тиража, что уже было достаточно существенно. Вы через App Store продавали что-то, да? Да, и очень удачно. Правда? А непосредственно вот... То есть подписчиков через App Store у меня было больше, чем бумажных, которые сразу подписывались на год. Как интересно. А просто Paywall на сайте своего журнала не пробовали ставить? Практически не продается. Не продается, да? Нет. Все, что продается у нас активно, это то же самое, что происходит в офлайновой рознице. В супермаркете, вовро, всегда будет в сто раз больше, чем... Подписываете целиком, подписку продаете, не отдельный доступ к материалам? Тоже, но подписка там гораздо удобнее. Если вы хотите подписаться, чтобы к вам быстрее приходило, на бумагу подписываться совершенно бесполезно. Вам ее пронесут через два месяца. Ну да. С ругательствами, скандалом, особенно если вы не в Москве, не дай бог, где-нибудь чуть подальше живете, никогда почта России вовремя своих обязательств не исполнит. А курьер стоит очень дорого. Да. В общем, бумага постепенно умирает и, скорее всего, умрет. Пусть не до конца останется какой-то лакшери-сегмент. Как с театром, он же до конца не умер, но мы в него каждый день не ходим. И даже раз в месяц не ходим. А некоторые и никогда не ходят. Но они есть. Для очень любителей. Также останется и очень какой-то дорогой глянец. Какой элемент демонстративного поведения. Да, я был в большом. Смотрите, у меня есть бумажный журнал. Не как у всех. Постепенно они все перейдут в электронный сегмент. И это нормально, потому что 10 лет назад в интернете невозможно было сделать нормальную красивую верстку. А сейчас, пожалуйста, все, что угодно, возможно, даже лучше, чем на бумаге. И видео, и всякий интерактив. Так что, если мне сейчас удастся через несколько месяцев разморозить науку в фокусе, то думаю, что основной упор сделаем в электронный. Следующий вопрос. Права на трейдмарк кому принадлежат? Кто владелец сейчас, если это не предмет коммерческой или какой-то еще другой тайны? Я просто скажу, что правами на торговую марку не обладает издательство «Круг света», которое выпускал до сих пор этот журнал. Ответ по принципу исключения. Не вокруг света. Хорошо. Это тоже хороший ответ. Если вы будете, назовем это так, перезапускать, я не хочу употреблять слово «реанимировать» или «восстанавливать». «Реанимировать» – да, какое-то не очень хорошее слово. Издание. Вы представляете уже, что что-то вам придется изменить в структуре, в методах продвижения, в подборе персонала, в отношении к жизни, наконец? Или, с вашей точки зрения, вот та модель, которая существовала, она не надо, как говорится, от добра добра не ищут. Тут просто надо восстановить и все. В целом модель менять не надо. То есть вот в самой своей основе, такой грубого кинетического скелета, она правильная. Это журнал, который выглядит современным глянцевым журналом и внутри является абсолютно корректным по научному содержанию. У меня сидело множество научных редакторов, которые не допускали, то есть которые еще исправляли многое после английской версии. Как ни странно. Это правильная структура. Что касается того, что журнал должен изменяться, любой нормальный журнал должен все время меняться, иначе он потеряет аудиторию. Раз в год или в полтора должна происходить какая-то смена верстки, какая-то смена рубрикатора. Освежаться, да. Да, должна все время свежая кровь во всех смыслах. И поэтому тут ничего нового не будет. Конечно, он будет все время немножко по-другому. Егор, я спросил об этом, знаете, почему? Вот я посмотрел, естественно, верстку, посмотрел, рубрикатор. Мы три раза меняли верстку. Ну, я последнее, что видел, честно скажу, досконально не анализировал, не с научной добросовестностью смотрел, с журналистским любопытством. На что обратил внимание? Это к вопросу о возможных сферах привлечения или способах, или каналах привлечения аудитории. Ваш журнал, ну, собственно говоря, как и английская, да, его первоначальная, базовая, что ли, исходная версия, ориентирован на то, чтобы популярно рассказать о топовых достижениях науки в различных отраслях. Да, да, в фундаментальной науке, в прикладных технологиях, да, представить каких-то светил, да, ярких личностей. Там было две основных задачи, я вас поправлю. Одну вы совершенно правильно сформулировали, а другая, вспомогательная, но не менее важная, была в том, чтобы по возможности привязать к этому отечественную науку. Да, ну, понятно. Комментарии от крупных отечественных специалистов или рассказы о каких-то вещах, но тоже топовых, которые случились здесь. Британцам о них было неизвестно, этим занимались мы. А как насчет того, чтобы включить, ну, что ли, в структуру издания? Я, естественно, не наставил, я просто вот... Предложение. Я спрашиваю точку зрения вашего, потому что мы вот сейчас с вами беседуем здесь, в Казани, на телевидении Казанского федерального университета, но вот такой вуз, как КФУ, или такой вуз, как МГУ, или такой вуз, как Санкт-Петербургский университет, то есть конкретные субъекты хозяйствования в науке и высшем образовании, они, по определению, им нет места в структуре журнала «Наука в фокусе» сейчас. Еще как есть. Да что? Нет места чисто учебным университетам. Тем университетам, в которых происходит научная деятельность, будь то Казанский, или Мичиганский, или какой угодно, там, где есть наука, есть ученые, им, конечно, всегда найдется место. Потому что там, где есть наука и ученые, есть прорывы, есть интересные технологии или открытия, и таким образом они попадают в сферу интересов любого научного журнала. Но редакция для этого должна знать, где что есть. Конечно. Откуда? Это задача редакции, как это узнать. Ее всякие решают по-разному. Ну, то есть это наполовину задачи редакции. Отчасти, может быть, не наполовину. Инициативщики должны быть. Инициативщики бывают либо со стороны редакции, либо со стороны университета, и они сходятся в какой-то точке. Если нет со стороны университета, то редакция должна до него дойти. Если нет со стороны редакции инициативщиков, то такая редакция умрет. Ну да. Логично. Хорошо, вы меня поправили, и мне остается только пожелать, чтобы как можно быстрее произошел вот этот вот процесс, и, может быть, даже взрывным образом. Ну, лето пусть пройдет, а вот осень, осень, новый сезон. Таким плавным взрывом, чтобы никого не разметало в этом сторону. Да, направленным тогда, скажем, направленным. Взрывом направлено на восстановление издания одного из интереснейших журналов в научно-популярной сфере. Спасибо, Игорь Михайлович. Спасибо вам за беседу. Это была программа «Акцент». В студии у нас был сегодня главный редактор журнала «Наука в фокусе» Егор Быковский. Меня зовут Юрий Алаев. До следующей встречи. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!